Здравствуйте! Вы смотрите спецпрограмм «Учись вместе с нами». Это совместное производство телеканала СССР и государственной концентрации по распространению китайского языка за рубежом. В ламках года молодежных обменов между Китаем и Россией в 2014 году в Москве состоялся второй всероссийский конкурс «Мост китайского языка для учащихся средних школ». В прошлой программе мы познакомили вас с командой гимназии номер 652. Сегодня давайте посмотрим выступление школы «Конфуция» из Санкт-Петербурга, которая заняла второе место в этом конкурсе. «Конфуция» из Санкт-Петербурга, которая заняла второе место в Москве. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Один день тянется, как один год, день годом кажется. То есть, дни тянутся невыносимо долго. Антоним данного выражения. Ду нье жу жи, год пролетел, как один день. Гуан ин си кян, время летит, как стрела. Ры, юе, русо, время бежит. Приведу пример. Юй та фэнкайда на си жи ци, руку мео инюэ хэ шу синь, та зянжи ду жи жу нян. Если бы не музыка и письма, то дни разруки с ней тянулись бы для него невыносимо долго. Ну как, вы все поняли? Если что-то осталось неясным, не переживайте, мы повторим видеосюжет в конце программы. А теперь давайте посмотрим вторую миниазюр ребят, которая называется «История о Воронье и Лисе». В зоои письме у них нет. В зоои письме, ониматически губиться. Лисе голодные животы часто сыщат animals. Они узлы опасаются. Лисе львы письмой, они пошли к нам. Молдан из письме, они готовы к нам. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. В диалоге, ребята, были очень интересные выражения. Даже популярные слова из интернет-стрынга. Давайте вместе их разберем. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Её часто говорят «Пай фу мэй» – перволицая, богатая и красивая девушка. Данное сервисочетание пришло из интернета. Ему соответствует выражение «Као фу шай» – высокий, богатый и красивый мужчина. И антонимы «Ай, цо, чон» – низкоросные, некрасивые, бедные. Диаусы. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Но также слово может использоваться и в значении чудак. Приведу пример. А в переносном смысле оно может означать степень мастерства, уровень подготовки. И важный момент. Хуахо таула. Би юи тау де, ше вен, чи и дэн, шо ян гонфу де, чэн шу, хо зо монг зян ши де, ши джи, чэн шу. Хуахо таула. То есть, человек достаточно хорошо развел свои способности и знания, либо момент для совершения того или иного дела настал. Время пришло. Приведу пример. Чэ дау цай уйдау буха. Ингай ши ёси чэн хуахо. Это блюдо невкусное. Кажется, сыра гня было недостаточно. Ищу пример. Буяо синь джи. Хуахо таула не цыран, чё хуэ пэй дзешоула. Не торопись. Когда ты развёшь свои навыки, тебя все примут. Ищу приражение из диалога. Бэй куа да ван чэн ван ла дон си нан бэй ла. Ван ла дон си нан бэй. Важничать. Держаться высока мирно. Смотреть на людей свысока. Приведу пример. Та ган чу дэл и дэн чэн чэн чё ван ла дон си нан бэй. Му чон у рэн ла. Он едва добился небольшого успеха. Как сразу заважничал и стал смотреть на всех свысока. Ну как, ребята, всё запомнили? В конце давай еще раз посмотрим выступления команды для повторения. Напоминаю, что нашу спецпрограмму представляют через канал CCTV русский и государственная концернация по распространению китайского языка за рубежом. В следующем выпуске мы посмотрим выступления чемпиона этого конкурса. До встречи! Вы видел странную? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова